МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А я напоминаю, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 36-138 и 64-7173. Задавайте свои вопросы. Ну что ж, Николай Васильевич, с 22 по 24 мая в Санкт-Петербурге прошел 17-й Международный экономический форум. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями о форуме. Ну, наверное, все, кто в той или иной степени занимается управленческими решениями, бизнесом, в экономике, вообще услышали еще раз очередной откровенный разговор. И, наверное, можно так выразиться, ту дорожную карту, которую высказал президент на вот и ближайшую перспективу, и дальнейшее развитие. Она вообще касается абсолютно всех секторов экономики, и промышленности, и транспорта, и развития агропромышленного бизнеса, и социальной сферы. Вот мы на сегодняшний день должны это все проникнуться и понимать, что это невременная ситуация. Вот то, что происходит, если взять и промышленность Брянской области, на ряде предприятий, оборудование прошлого века. А ведь было сказано, что на сегодняшний день нужно и 2014-2015 год провести вообще хорошую ревизию. И если есть оборудование, тем более, которое уже ни в какие рамки по энергосбережению не входит, экологической безопасности, вообще такие производства работать не будут. Нужно сегодня уже и нам, в том числе, вместе с бизнесом предпринимать шаги по модернизации производства. То, что сейчас и происходит и на Бежицком столетейном заводе, и Брянском машиностроительном заводе, и Брянском арсенале, и Карачевском электродетале, и Брянском электромеханическом заводе. Вот нужно именно так, так сказать, и действовать. Понятно, что эта модернизация требует и сокращения рабочих рук. Это вот тоже должны понимать, и мы должны готовиться, в том числе и со службами занятостями, чтобы ни один человек не оказался потом без работы. Где-то и на предприятии они должны, так сказать, поменять места рабочие. Ну, то, что происходит, вот мы были и на Брянском машиностроительном заводе, где были 3-5 человек на одной, так сказать, операции. Сегодня один из станок. Технический прогресс. Да, это нужно делать. Нам нужно производить продукцию, которая будет конкурировать и в ценовом сегменте. То, что и делается сегодня. И Царь Мяс, и Тамыш, и Мираторг добиваться результатов, как мы говорим, и европейских для того, чтобы эта продукция конкурировала. Просто произвести любой ценой, вообще, это никому абсолютно, так сказать, не нужно. Нужно поддерживать тот бизнес, который эффективно, так сказать, работает. Вот это все было обозначено, и мы с вами видели и слышали, и отношения с нашими соседями абсолютно. Нам их нужно выстраивать на нормальной, добрососедской, экономически взаимовыгодных отношениях. Но с той властью, которая формируется народом, а не автоматом Калашникова. Поэтому, наверное, все вот откровенно было сказано и доходчиво президентом. Я вчера абсолютно на расширенном совещании довел до глав всех и муниципальных наших образований 289, что нужно не просто ждать и выжидать, а нужно быть прямым участником в строительстве нашей великой России. Ну что же, Николай Васильевич, давайте, наверное, в начале нашей программы подведем итоги наших прошлых выпусков. Давайте посмотрим на экран. Тарасенко Мария Николаевна, жительница города Брянска, обратилась к губернатору с просьбой устранить причину образования плесени в ее квартире в новом доме. После выезда на место комиссии было принято решение провести утепление наружной стены квартиры. Николай Васильевич сразу откликнулся в течение двух недель. И подключились сразу строительная организация, комфорт подключился. Николаю Васильевичу огромное спасибо. Не зря мы избирали его губернатором. И впредь будем избирать, голосовать только за Николая Васильевича. Ницкий вам пока. Жильцы дома по улице Комсомольской, 12, пожаловались на некачественно проведенный капитальный ремонт кровли многоквартирного дома. Допущенный брак был устранен. По итогам проверки установлен брак. При ремонте кровли МУЖКХ выдало предписание управляющей компании ООО МКС Брянск. Подрядные организации проводились работы. Допущенный брак устранен. Также мы держим на контроле еще несколько вопросов, которые во времени просто получаются. Вот они как бы немножко растягиваются. Вопрос по улице Матвеева, 8. Помните, утепление стены дома и очистка вентиляции. Департамент строительства в Брянской области курирует вопрос по утеплению стены, потому что там капитально требуется утеплить ее. Помните, там рядом должны были пристроить второй дом. А управляющая компания, Таймыр в данном случае, когда провела очистку вентиляционной системы, выяснила, что там допущен строительный брак. Еще в начале, когда строили дом, неправильно заложили вентиляционную систему, и поэтому сейчас готовят проектно-сметную документацию. И также в прошлой программе звучал вопрос от жительницы Жуковки по поводу вечного огня у памятника воинам-освободителям. Он не горел. После того, как вопрос прозвучал в эфире, была проведена проверка газопровода к этому вечному огню. И выяснилось, что 40 лет тому назад его построили, и он уже, в принципе, сейчас негоден к эксплуатации. И поэтому глава администрации Жуковского района обратился с просьбой к руководству ООО «Газпром», чтобы они помогли в реконструкции газопровода. И обещали к 17 сентября. Но мы будем следить за этой ситуацией. — Обязательно. Вот то, что было и сказано президентом, и на форуме в Питере. Вообще персональная ответственность. Вот все, что мы с вами и видели, хорошо, что сделали, но вообще должен конкретный человек, руководитель, управленец нести ответственность. Вот тогда меньше будет допущено таких браков. В противном случае, ну как, кто-то ж проектировал, если ты допустил ошибку, будь-ка добер своего кармана, заплати за ту ошибку. И еще за те страдания, наверное, можно так выразиться, людский житель, который жил, заплатил за квартиру, купил, а завтра там сечет или плесень. Как же так? Сегодня на рынке столько всяких материалов, поэтому, естественно, мы должны с вами и называть вот таких бракоделов, чтобы, как говорят, страна и Брянщина знала своих героев. Тогда не будет обманутых дольщиков. Тогда и жители будут идти в те строительные компании, где есть история, где есть качество, где есть ответственность, в том числе и руководители. И которые не закончат свое существование через три года, да? Конечно. Хотя пять лет дом должен быть на гарантии. Обязательно. Они еще должны ходить и спрашивать у меня, как квартиросъемщик, а нормально ли у вас? Да, полностью согласна. Ну что ж, Николай Васильевич, мне подсказывают, что у нас есть первый дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Николай Васильевич, здравствуйте. Меня зовут Надежда Васильевна. Я живу в 10-м микрорайоне в Биржице. У меня два вопроса к вам. Вот по благоустройству 10-го микрорайона, центра, площади 10-го микрорайона, она не благоустраивается уже много лет, не сфальтируется. Вдоль и поперек наставлены ларьки всевозможные, которым тротуаров нет. И второй вопрос у меня о тротуаре, который идет от остановки памятника болгарским патриотам до 10-го микрорайона. Тротуара, как таково, вообще нет. Вот кто бы это... Кто нам поможет сделать благоустройство этой площади и тротуара от памятника болгарских патриотов до 10-го микрорайона. Спасибо вам большое и всего доброго. Вам удачи во всем. Спасибо большое за звонок. Спасибо вам за неравнодушие, то, что происходит в нашем общем доме. Ну, я вот сейчас в выходные дни, когда суббота, когда воскресенье, приглашаю руководителей города Брянска, в том числе и всех глав четырех районов, и проезжаю. Ну, маршрут движения объявляю, когда соберемся. Вот поехали и посмотрим, что на самом деле происходит у вас на территории. Ведь вы относитесь к управленцам, они уже обижаются, что я вроде бы как делаю упрек, что ведь управленцы сегодня, это статистика говорит, относятся, являются одними из высокооплачиваемых должностями. Дорогие, вам налогоплательщик платит, вы содержите свои семьи, так будьте добры отрабатывать, правда? Конечно. Нравится это кому? Не нравится, поэтому обязательно вот в следующие выходные я их приглашу, и мы по вашему маршруту проедем. И посмотрим. Я понимаю, что на все сразу не хватает, но должны управленцы довести до населения, постараться в том числе и через средства массовой информации, когда, в каком году, в каком периоде мы будем ремонтировать дорогу, обустраивать прилегающую территорию, территорию, и люди будут знать. И на этот год мы городу Брянску через дорожный фонд выделили под 300 миллионов рублей. Это немало. Понятно, это и немного при такой дорожной транспортной сети, но нужно и находить свои источники финансирования, в том числе и привлекать кредитные ресурсы. Никуда мы от этого не денемся. Но мы сэкономим на транспортном потоке, на обороте перевозки, так сказать, грузов, пассажиров, спокойствия, так сказать, людей. Поэтому обязательно посмотрим и постараемся посодействовать, чтобы приняли меры руководства города Брянска. Давайте послушаем следующего дозвонившегося. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте, Николай Васильевич. Я звоню из Новозыпкова. Работаю помощником воспитателя в детском садике. И мне хотелось бы узнать, будет ли повышение зарплаты помощником воспитателя? Если да, то когда? На данное время у меня оклад 7 тысяч. Спасибо. Спасибо за вопрос. Будет, и мы разберемся. Уже я вынужден был обращаться, как говорят, и к работодателям в районные городские советы, к отдельным руководителям исполнительной власти вообще принять меры. Мы договаривались, так как это полномочия муниципальных образований на все это, что у нас не должно быть ни одного работника, где заработная плата ниже 9 тысяч. Если в прошлом году мы вели разговор о 7 тысячах, то в этом году о 9 тысячах. Естественно, должны все, в том числе и департамент финансов, предусмотреть это, так сказать, повышение. Поэтому обязательно мы разберемся, что нужно, так сказать, вместе с городской районной властью, предпримем, чтобы вот эти 9 тысяч рублей, хотя это невысокая заработная плата, так сказать, воплачивались всем абсолютно, кто занят в нашей социальной сфере. Замечательно. Николай Васильевич, события, которые происходят в соседнем с нами государстве, в Украине, они, естественно, имеют отклик и в прилегающей территории, то есть в нашей Брянской области. К вам обращается житель Донецкой области. Давайте посмотрим на экран. Николай Васильевич, я приехал из Донецкой области, меня зовут Михаил. Поскольку я прибыл из территории Украины, и мое гражданство будет делаться в течение трех лет, то я бы хотел обратиться к вам с вопросом об официальном трудоустройстве. У меня есть образование среднее и высшее. Помогите мне, пожалуйста, с этим вопросом. Я вынужден буду идти и неофициально куда-то устроиться. Спасибо. Спасибо. Я уже не один раз говорил, вообще Брянщина уникальная частица нашей великой России, где пересекаются о границе трех славянских братских государств. Россия, Беларусь и Украина. И мы вот ежегодно в конце июня встречаемся в монумент, так сказать, дружбы. Тем более, сейчас мы всячески определялись и договаривались, и такая установка есть и президента, и председателя правительства оказывают всяческое содействие тем жителям, которые попали вот в эту трудную ситуацию. Поэтому обязательно я поручение сделаю такой нашей службы занятости, чтобы с вами встретились, оговорили, и миграционная служба, чтобы вам всячески посодействовать и подобрать рабочее место согласно вашей и профессии, чтобы вы работали прозрачно и никуда, так сказать, не бегали, не боялись, что нарушаете наше российское законодательство. Тем более, наверное, существуют программы в службе занятости, привлечения во странах. На сегодняшний день лучше страдать от занятости, чем быть безработным. Сегодня буквально встречался с директором Брянского электромеханического завода, работают и субботы, и воскресенье для того, чтобы выполнить оборонзаказ. Но это лучше, нежели страдать от безработных. Конечно, люди будут уверены в завтрашнем дне, это очень важно. Поэтому сегодня нам нужны работники практически во все сферы, невзирая, что где-то есть оптимизация. Поэтому обязательно посодействуем и поможем. Давайте послушаем еще одного дозвонившегося. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, мы вас очень плохо слышим. Здравствуйте. Здравствуйте. Я живу по переулку Фокина, и я хотела бы сразу такой вопрос. У нас указатель висит, не переулок Фокина, а переулок Фокинский. Это уже глубокое, ну, большое нарушение. Это мой первый вопрос. Второй вопрос. Я просто хотела, чтобы на наш несколько домов на переулке Фокина обратили внимание. У нас дороги здесь нету. У нас разбито так, что вообще невозможно проехать. И не просто проехать, а пройти, потому что пешеходных тротуаров у нас тоже нету. у нас машины ставят около самых домов. У нас рядом новый дом, там фитнес-клуб. Машин постоянно очень много. Понятно. Просто просим, конечно, не знаю, как денег, конечно, выделение этого очень тяжело, но хотя бы обратили внимание, все-таки центр города. Спасибо за звонок. Переулок Футина это район первой школы. Обязательно обратим внимание, посмотрим, тем более сегодня уже мы полным ходом должны готовиться уже к зимнему периоду 2014-2015 года, ведь, как народ говорит, сани нужно готовить зимой, телегу зимой, сани летом, поэтому обязательно посмотрим, тем более, что тот же ямочный ремонт городские власти должны завершить по-моему до 1 июня. Я понимаю, есть капитальный ремонт, есть текущий, есть ямочный ремонт, поэтому обратим внимание обязательно. Я попрошу руководство города Брянска, чтобы побывали у вас соответствующей службой, посмотрели. И по поводу вывески. Да, ну вывеску, я думаю, там вообще речи не должно быть, если да, есть ошибка, ее нужно поправить, вот здесь никаких капитальных затрат не нужно. Николай Васильевич, к нам обратились, коллективное обращение было сделано жителями поселка Чайковичей, давайте посмотрим на экран. Я хочу поблагодарить Николая Васильевича за то, что он помог нам в проведении газа на Новочайковиче, есть у нас новостройка такая. Без его помощи, наверное, ничего не получилось. Спасибо большое ему, но у нас остались проблемы. Медпункт или ФАП, как его называют, сделать. И для молодежи нам надо обязательно то ли спортивный комплекс какой-то. А препятствие начинается между усобицей этих депутатов. Один тянет на себя одеяло, другой на себя, как говорится, а толку ничего. Николай Васильевич, пожалуйста, наведите порядок у наших чиновников. Такой интересный вопрос. Попробуем вместе с вами разобраться, в том числе и переговорим с нынешними депутатами и 18 мая предварительное голосование было по линии партии Единой России смотрели лидеров, которых поддерживает население той или иной территории, чтобы совместными усилиями мы решали эти общие задачи. Ведь задача, я уже об этом постоянно и чиновникам высказываю, поставлена президентом. Вообще проще, наверное, нет добиться всем уровнем власти оказывать населению доступные своевременные услуги и качественные. Это услуга в медицине, в транспортной доступности. Обязательно мы разберемся и посмотрим, что можно сделать и сейчас, где, если слишком затратный механизм, понятно, будем предусматривать и на последующие года. И люди это понимают, и спасибо, им надо просто довести. Пришла власть, есть срок полномочий, нужно все эти просьбы образовать из них наказы избирателей и по годам выполнить. Но есть, кроме наказов, проблемы. Вот проблему нельзя, если течет крыша, через пять лет делать. Это чрезвычайная ситуация, ее сегодня нужно делать, в том числе, если оказание медицинской помощи. Ведь болезнь нельзя в отпуск отпустить. Вот сегодня проходит в Брянске съезд кардиологов и терапевтов Центрального федерального округа. Мы тоже это проводим для того, чтобы в конечном итоге увеличить продолжительность жизни. И приводили такие цифры, так сказать, ученые, академики, профессора медицины, что 70% зависит от нас с вами, нашего здоровья. Если посмотреть, должны заниматься и активно физическими нагрузками, вообще вопросы вот такие, стрессовые, депрессии. если все это загруппировать, 70% нашего здоровья в наших руках. И вот то, что, так сказать, мы услышали, это власть создает депрессию своим жителям. Тогда ведь это и укорачивается продолжительность жизни. Это нельзя делать через пять лет. Вот эти проблемы нужно решать так, как они стоят перед населением. Поэтому обязательно разберемся и определимся, как решить эту проблему. А междуусобицу, я думаю, тут это проще, так сказать. Проще? Да, пригласим и одного и другого депутата, кто не делит. Это общее дело. Ну что же, Николай Васильевич, давайте послушаем следующего дозвонившегося. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Николай Васильевич. Я хочу задать вам такой вопрос. Вот у нас по улице Красных партизан, дом 35, находится школа 41 в Лукинском районе. И там вот от светофора до светофора.